Я все наврал. В ролике, в котором я рассказывал, что в Канаду можно переехать уборщиком, официантом и по другим низкоквалифицированным профессиям, все-таки одно требование я сказал неправильно. А давайте прочитаем информацию на официальном сайте, потому что, похоже, она уточнилась за время съемки ролика или я просто этого не заметил. Привет из Канады! Меня зовут Алекс Павленко. Обязательно досмотрите этот ролик до конца, если вас заинтересовала новая программа эмиграции в Канаду. Она на самом деле не новая, но там поменялись требования, поэтому можете считать ее новой. Это описание эмиграционной программы в Новой Шотландию по востребованным профессиям на русском языке у нас на сайте. И дальше я хочу перейти на официальный сайт, трачу для этого две монеты, такая внутренняя валюта. Это сайт Новой Шотландии. У нас есть программа как раз востребованной профессии, там, где требуются уборщики и официанты. Из официального руководства на ноябрь 2021 года какие профессии нужны? Можете уточнить с той информацией, о которой я говорил, которая была у нас на сайте на русском языке. Это требования по языку, то есть, действительно, это такой смешной-смешной уровень и только подтверждение на официальном сайте, что, ребята, нам нужны люди практически без английского языка. Нельзя сказать, что если вы вообще не знаете английского языка, вас пригласят, но, тем не менее, это базовый уровень английского языка. Его можно получить, ну, за полгода максимум, если вы каждую неделю будете брать уроки английского у себя в городе или обратитесь к нам, если мы вас отправим учить английский в канадскую языковую школу онлайн. Если вам не жалко, поставьте, пожалуйста, лайк этому ролику. Вам это ничего не стоит, а мне будет приятно. В описании программы иммиграции есть требования по деньгам, которые у вас должны быть, но четко не написана какая-то сумма. Очень важный момент, который касается финансов. Они просят предоставить банковские выписки за три месяца со всех ваших счетов. И вот еще один важный абзац, прям выделю его мышкой, это сколько у вас денег должно быть на первое время, когда вы будете жить в Канаде. И дальше они не говорят конкретную сумму, они отсылают на другой правительственный сайт. То есть сейчас я нахожусь на сайте провинции Новая Шотландия, а они посылают на федеральный сайт. Вот я перехожу, и как мы видим, это требование для экспресс-энтри, а там, ребята, деньги, конечно, очень-очень солидные. На одного человека 13 тысяч канадских долларов, на семью из трех человек более 20 тысяч канадских долларов. Вот если бы наша семья поддавала документы на миграцию в Новую Шотландию, нас 5 человек, и нам пришлось бы раскошелиться аж на 27, почти 28 тысяч канадских долларов. Эти деньги у вас никто не заберет, они нужны вам будут для того, чтобы снять, арендовать жилье, может быть, купить мебель ту же самую, купить вещи какие-то, но это просто на первое время. Дальше, когда вы начнете зарабатывать, вам должно будет хватать денег, потому что Новая Шотландия это одна из самых дешевых провинций Канады, и я даже снимал на эту тему ролик, оставлю ссылку в описании. Такое уточнение я хотел сделать, подписывайтесь на мой инстаграм, каждый день я рассказываю что-то полезное о жизни в Канаде, обязательно смотрите сторис, поддержите ролик лайком, за то, что я уточнил эту информацию по деньгам, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не сделали этого ранее, и до встречи в Канаде. Субтитры сделал DimaTorzok